Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. Борьба с коррупцией, развитие экономики республики, регулирование проблем в приграничных районах. На эти и другие вопросы ответил глава Дагестана Владимир Васильев в эксклюзивном интервью в программе «Итоги недели» на ННТ. Встреча продолжалась более получаса, и за это время руководитель региона дал исчерпывающие ответы на ряд актуальных вопросов. В связи с конфликтом, возникшим на приграничной почве у двух соседних с нами регионов, Чечню и Ингушетии, в дагестанском обществе, конечно, выросло беспокойство по поводу возможных изменений административных границ республики. В этом смысле, как вы могли бы пояснить ваши заявления на грозненском форуме СМИ по поводу того, что с Чеченской республикой будут обсуждаться вопросы границ? Ну, я могу объяснить ровно так, как это было сказано на форуме в Грознене. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть позицию президента, главы республики Чеченской, Кадыров очень четко высказал эту позицию. Я ее разделяю, что задача состоит в соседей не в том, чтобы расставлять посты, а в том, чтобы решать проблемы в интересах людей. Мне кажется, это очень правильный подход. Это первое. Второе. Приведение границ административных между субъектами Российской Федерации – плановая и обязательная работа, которая вытекает из решений президента и постановления правительства. Там четко определены сроки, в коем мы должны все согласовать между собой административные границы. Это цивилизованно, это правильно, это абсолютно понятно. Еще несколько лет на это есть. Есть время, и оно у нас есть. Мы, естественно, как и наши коллеги, соседи, все этим занимаемся. Эта работа ведется. Она ведется открыто, в установленном порядке. Результаты ее будут рассматриваться парламентами. И поэтому я еще раз подчеркну, вот эта обеспокоенность и тревога, она, на мой взгляд, излишна. Наверное, есть основания у людей подозревать, сомневаться. Но я обещаю, что все решения будут приниматься открыто и взвешенно. Напомню, более подробное интервью телезрители канала ННТ смогут увидеть завтра в программе «Итоги недели» с Мурадом Ахмедовым. Не пропустите его в воскресенье в 18.30 и в 22.30. Словесная перепалка переросла в крупный конфликт со стрельбой по ножовщине и накануне вечером в Дербенте. В результате инцидента один мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу города. И сегодня стало известно, что в больнице молодой человек скончался. По информации МВД, несколько участников конфликта задержаны. О причинах произошедшего пока ничего не известно. В Дагестане скоро запустят электричку из Махачкалы до Азербайджанов. В правительстве республики был подписан соответствующий договор, который предусматривает перевозку пассажиров по трем направлениям. Махачкала-Хасаверт, Махачкала-Дербент, Махачкала-Граница с Азербайджаном. Также в ближайшее время на железнодорожных путях появятся дополнительные поезда по направлениям Махачкала-Хасаверт, Дербент-Азербайджан. Студенты из Алжира, Мавритании и Египта, которые обучаются в Республиканском автодорожном колледже, посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Они рассказали муфтию об учебе в Махачкале и жизни на родине. Муфтия отметила стремление ребят к знаниям, заверила, что они всегда могут рассчитывать на его помощь и поддержку. Шейх Ахмад Афанди также поведал им об истории распространения ислама в Дагестане. Религия ислама начала распространяться в Дагестане после 20-го года по Хиджри. В Дербенте похоронено 40 сподвижников. В Дербенте мы посетим это место. Для студентов провели экскурсию по муфтияту в сопровождении помощника муфтия Идриса Асадулаева и ознакомили с работой отделов. Сильнейших определяли на открытом турнире Eagle Flight по грэпплингу в Махачкале. Около 150 спортсменов боролись за призовые места. Соревнования посвятили памяти чемпиона мира по боевому самбо Макошарипа Макошарипова. Вся подробности в сюжете Курбана Рагимова. Это умная борьба. В грэпплинге все решает не грубая сила, а техника и умение наперед просчитывать шаги соперника. Самым сильным по составу стал вес до 66 килограммов. В финал тут пробелись одноклубники из школы имени Абубакарова. Со стилем и манерой борьбы друг друга Хасан Тимеев и Газимагамед Тагаев знакомы не понаслышке. И с ход этой равной схватки решил жребий. В более комфортном положении оказался Тимеев, который сумел выжать из нее максимум. Юноши, юниоры и взрослые. Всего 20 весовых категорий. Первый турнир по грэпплингу Eagle Flight собрал атлетов со всех уголков Дагестана. На открытии участников приветствовали представители городского спорткомитета, федерации грэпплинга и общественной организации АСПатриоты. Здесь же теплыми словами вспоминали Макашарипа Макашарипова. Жизнь мастера спорта международного класса трагически оборвалась в 2012 году. Но память о нем навсегда останется в сердцах его друзей и близких. Он был просто великолепным человеком, хорошим горцем, настоящим сыном Дагестана. С него можно было брать пример во всех смыслах. Он был спортсменом высокого уровня и как человек он просто был безупречен. Пришли, как вы видите, много гостей. И все гости, все спортсмены. Всем благодарность хотел выразить от лица организатора, от лица Джамата Шаминского района. В республике борьба в партере развивается лишь около 10 лет. Грэпплинг уже полюбился дагестанцам. Турниры проводятся с завидной регулярностью. Здесь молодежь проходит своего рода обкатку. На таких соревнованиях я сам участвовал, набирался опыта. До конца первых соревнований, которые участвовали, у нас были внутриклубные чемпионаты, были республиканские турниры и сам набирался опыта, выступал на таких соревнованиях. В первых соревнованиях я стал вторым. Что дало, насколько это мотивировало в дальнейшем? Мотивировало вернуться в зал, начать заниматься усерднее. И уже на других соревнованиях хотелось более хорошо выступить, успешно и выиграть. Такие турниры дают спортсмену больше уверенности на ковре и больше опыта. Когда у человека много опыта, у него не бывает волнения, боязни проиграть. Он просто выходит и делает то, что он часто делает. Поэтому частые турниры помогают хорошему выступлению на ковре. Советом своего старшего партнера по команде следует Магомед Шахбанов. Он активный участник всех региональных турниров. Двукратному победителю первенств мира 17 лет, но на этих соревнованиях Шахбанов выступал среди взрослых. Четвертый соревнования по взрослым. Насколько успешный? Успешный? Ну, вроде пока нормально идет по мужикам. То есть ты уже готов, окреп и по взрослым участвовать? Да. Уближайшие соревнования, думаю, это первенство Дагестана подготовиться на него хорошенько и выступить там. Всех призеров соревнований наградили ценными подарками от спонсоров. Следующий турнир Eagle Flight организаторы планируют провести в мае. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Удачных вам выходных. Всех благ и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!